Так, ребят, ну что, всем привет, сейчас запишу коротенький видос, почему нету до сих пор роста рынка крипты, когда же будет продолжение альт-сезона, когда я жду движения по битку, на самом деле я это рассказывал в отдельном видосе по битку, какие цели я жду и так далее. Вот, а стоит ли сейчас закупаться по альткоинам? Открытый и надежный проект, что выплачивает ежедневную прибыль от 3 до 9%, это mix.eth.io. Имея инвестиции данного типа, в вашем портфеле вы получаете на постоянной основе стабильный доход в эфире с минимальными рисками, ведь данный проект выплачивает лучшие дивиденды на рынке за счет профессиональных трейдеров рынка с большим опытом. Я лично вложил в данный проект 4 эфира и получаю по 6% ежедневной прибыли в день и очень доволен работой данной команды. Рекомендую ознакомиться с данным проектом, ибо это один из лучших вариантов получать стабильную прибыль на постоянной основе. Ссылка на проект в описании под роликом. Я считаю, что стоит в долгосрок, частично, опять же таки, я это все указывал, когда нужно закупаться и так далее, все я это отписывал в закрытом клубе, и в открытом доступе тоже я частично во взорах это упоминаю. То есть стоит ли сейчас закупаться по основным альткоинам, то есть напоминаю, основные альткоины это у нас получается, давайте я сразу переключу на Binance, чтобы если кто не понимает, что такое основная альта. Это Bitcoin, Ether, XRP, лично мой топ, это Yota, это Ether Classic, это XLM Stellar, это Ada Cardano, это, понятное дело, Zcash, это Bitcoin Cash, Dot, сейчас Dot у нас, дальше, Matic, что у нас еще получается, Neo, Neo, Qtum, и в целом, что у нас еще из основных монет. Да, в принципе, вроде бы все, вот, из основных вроде бы все назвал, а, лайткоин еще, лайткоин, конечно же, куда же без него, лайткоин, понятное дело, ну, в общем, вы поняли, который в обзоре рынка криптовалют, BNB тот же самый, Tron, Dogecoin, ну, Dogecoin, знаете, постольку, поскольку, если у вас это один из основных коинов, без проблем. Вот, когда же ждать роста, основной вопрос, лично я считаю, скорее всего, ближе к осени, и многие там криптоаналитики это говорят, и я лично считаю, что это, скорее всего, так и будет. Будет раньше, окей, класс, будет вообще супер, ну, в идеале, конечно, когда я с отпуска вернусь, чтобы я мог нормально потрейдить, потому что с телефона, вы же понимаете, это, ну, очень неудобно, особенно в плане средних сроков. Долгосрок я не паюсь, понятное дело. Когда ждать роста, лично я думаю, скорее всего, мы еще поконсолидируемся, недели две это как минимум, ну, и то я загнул, я, скорее всего, думаю, может мы где-то месяц, июль месяц точно будем в консолидации еще находиться. Пойдет рост раньше, окей, замечательно, значит, это наши ожидания, скажем так, не оправдались в лучшую сторону, да, поэтому, то есть, рост пойдет раньше, окей, хорошо. Когда он будет точно, никто вам не скажет, ну, никто абсолютно, но пока мы не упали ниже 30 тысяч долларов, то есть, даже локально, ну, глобально, понятное дело, у нас восходящий тренд, глобальной коррекции нету, но я считаю, ниже 30-ки мы уже не пойдем. Могут ли провалить, чтобы выкупить? Конечно, могут, поэтому не парьтесь по этому поводу. Могут ли свозить ниже? Да, могут, я не исключаю, я могу ошибаться, но я лично считаю, что ниже 30-ки тысяч долларов мы уже не закрепимся и не упадем. Поэтому, стоит ли сейчас докупаться? Во-первых, в идеале я подождал бы отката, потому что по тому же эферу, видите, мы растем уже третий день подряд, и кто хотел там взять какое-то движение, либо кратросрочно как-то трейдил, я еще рекомендовал и здесь закупаться на двухдневных отскоках, и в закрытом клубе я давал рекомендации неоднократно. Кто накапливает постепенно эфир, я жду его лично по 5 тысяч долларов, а то и выше. В этом году будут ли такие отметки? Если мы пойдем на перехай по битку, спокойно 4-5 тысяч долларов у нас будут. По BNB я уже рассказывал, что я жду там и по 1000 долларов и так далее, поэтому в этом году эти отметки вполне возможны. Видите, мы не падаем, мы не падаем ниже ключевых отметок, я уже рассказывал, что да, можно выставить ордера, и кстати, посмотрите, как символично, 225 долларов. Мы, конечно, не пришли, но здесь 225-42, и мы пришли практически к тем же отметкам, то есть я проставил даже ловела, но ниже мы не пошли. И видите, все выкупается, все выкупается, и мы не падаем, то есть если бы захотели провалить ниже, они бы это сделали. Да, они напугали толпу, да, они повыносили по стопам, но рост в любом случае будет, понятное дело. И не так, что, знаете, будет, как многие пишут, через 2-3 года, я считаю, уже в этом году, а то и к осенью, а то и в новом году мы увидим уже перехай. Будет он раньше, будет в августе месяце, либо в июле, окей, вообще замечательно, вообще круто. Вот, поэтому такие дела. Когда будет рост, точно вам никто не скажет. Если вы ждете какой-то сверханалитики от меня в обзорах, либо еще что-то, ну, ребят, я говорю коротко и по делу, то есть стоит закупаться, либо не стоит. Если вы ждете каких-то, я не знаю, каких-то граалей, что я вот скажу, зайди вот здесь, зайди в этой точке, и ты там получишь 100% прибыли, я не могу этого знать. Я захожу, когда вижу какую-то картинку, если она отрабатывает, допустим, как по Доги Коину, я зашел и заработал. То есть мы скинули практически на хаях, я, по-моему, по 38 копеек здесь скинул, насколько я помню. Вот, то есть мы заходили еще вот здесь, в закрытом клубе, я рекомендовал. Ребят, заходите, то есть можно было взять порядка, там, сколько здесь было, порядка 7, даже 8, даже почти 9 иксов. Ну окей, даже если взять по-скромному, давайте здесь возьмем, ну, 3 икса как минимум, а то 4, 5 иксов точно. То есть многие же залетали, закупались вот здесь, на вот этих зеленых свечах, на новостях, и мне многие люди писали. Поэтому по Доги, кстати, отдельный видос был, можете глянуть на канале. Когда ждать роста? Я считаю, что ближе к сентябрю, скорее всего, будет рост. Будет раньше? Хорошо. То есть я не вижу смысла ввести вот эту тавтологию, вот это повторяться, поэтому, если хотите, там, зарабатывать на рынке криптовалют, научитесь терпению, вот это самое главное. Если вы хотите просто побаловаться, зайти там в криптовалюту, окей, балуйтесь, но на свободные деньги. Если вы надеетесь, что вы сейчас зайдете в одну какую-то монету, и вам там скажут, и вы заработаете один раз, и потом не будете ничего делать, но если вы считаете в этом кайф, ну, не знаю, мне вас жаль, честно, потому что кайф в том, чтобы делать то, что тебе нравится. Понятное дело, надо иногда себя заставлять, но если вы готовы работать на перспективу, особенно на рынке криптовалют, и вы понимаете, как он функционирует, вы же разберитесь для начала, а потом уже упрекайте всех остальных, потому что люди не разбираются, люди считают, что если там кто-то что-то порекомендовал, если вы дали в доверительное управление человеку деньги и заплатили за это процент, тогда да, тогда он несет ответственность за ваши деньги, и тогда он виноват в первую очередь, понятное дело, ну, не то, чтобы виноват, а, скажем так, он несет ответственность, вот, и, понятное дело, вы несете ответственность за то, что вы дали этому человеку деньги, тогда да, но если же вы просто зашли там, послушали кого-то, и считаете, что вот, я послушал мнение того-то, и по итогу у вас все виноваты, что тот сказал так, а я тебя послушал, а в итоге там пошла коррекция и так далее, ну, так никто наверняка не может знать, понятное дело, можно было предположить там и так далее, я говорил, что будьте осторожны, вы докупаетесь в долгосрок и так далее, но многие же этого не слушают, многие ждут, так, я вот здесь зашел, жду биткоин по 100 тысяч долларов и так далее, то есть я вот здесь вот закупился на хаях, вот здесь и так далее, ну, я не за себя говорю, а кто-то так думает, что вот я зашел, и типа, ты виноват в том, что я закупился, ну, решение принимайте вы сами, это первое, второе, я не могу знать наверняка, и рынок, он цикличен, и нужно это понимать, и вы закупались в долгосрок, я рекомендовал, я не рекомендовал в средний срок заходить, я говорил, в средний срок не лезьте, мы находимся в хаях и, скорее всего, пойдем на коррекцию, я об этом предупреждал, ну, многие же не слушают, многие заходят на хаях, потом прокатываются, сами знаете на чем, и потом чему-то удивляются, поэтому такие дела, спасибо за внимание, всем удачи, вот лично мое мнение, скорее всего, к сентябрю месяцу мы уже увидим рост, будет он раньше, хорошо, не будет, ждем нового года, ну, хорошо, наберемся терпения и будем докупаться и скупать, накапливать монеты, вот, всем удачи, всем пока, и закупайтесь по монетам, пока они на дне, вот, надежный проект, с которого можно получать от 3 до 9% ежедневной прибыли, это mixeth.io, рекомендую ознакомиться, ссылка на проект в описании под роликом.